Жительница военного городка Истра-1 Виктория Владимировна не может сделать ремонт в своей ванной. Боится, что комната просто рухнет на этаж ниже. Пол прогнил из-за воды. Во время дождя она через стену льется прямо в квартиру. Все это новое, это я все сама делала. Мне никто ничего не будет делать. Это тоже, я не знаю. Пол я боюсь менять. Мне уже сказали, будешь ломать, окажешься на первом этаже. Уже был такой случай здесь. Представители жилищно-коммунальной компании «Славянка», которые платят жильцы Истра-1 за капитальный ремонт, здесь даже не появляются. Стены в подъезде буквально разваливаются, крыша протекает. Отчаявшиеся жители уже не ждут чьей-то помощи, а пытаются сами починить свои дома. Платим мы постоянно наш дом без задолженностей. А делал что-то «Славянка», практически ничего нам не делали. Мы уже живем здесь 40 лет и все делаем своими силами. С 1 июля АО «Славянка» сложила себя полномочия по обслуживанию жилого фонда «Истра-1». А советом депутатов городского поселения «Истра» было принято решение временно передать эти обязанности муниципальному унитарному предприятию «Истринская ЖЭУ». Однако «Славянка» до сих пор продолжает присылать жильцам квитанции, в том числе и на оплату капитального ремонта. От полторы до двух у нас берут текущий ремонт и техническое обслуживание. Мы начинаем бодаться с ними уже сколько лет. Мы говорим, давайте мы вычеркнем эту статью, остальное мы будем платить вам там воду, это, это. Они ни в какую нам не вычеркивают эту статью и присылают долг. То есть она говорит, не платите нам техническое обслуживание и ремонт текущий. Мы не платим, вычеркиваем, она нам присылает «Славянка» все равно долг. Потом долг, долг копится, она нам долг, долг. То есть замкнутый круг. Все дело в том, что перевод жилого фонда военного городка от «Славянки» к Истринскому ЖЭУ был отсрочен до 1 сентября из-за затянувшейся передачи документации. Получается, что людям обещали, что с 1 июля будет Истринская ЖЭУ выставлять квитанции. ЖЭУ квитанции пока не выставляла. То есть был вопрос, и в общем, вполне справедливый у всех, то есть оплачивать ли квитанции, которые выставила АО «Славянка». Теперь получается, что АО «Славянка» имеет законное основание выставлять квитанции, поскольку договория с ресурсоснабжающими на сегодняшний день заключены только у них, ЖЭУ еще пока туда не зашло, в связи с затянувшейся передачей технической документации. Получается, что жители Истр-1 все еще должны оплачивать квитанции «Славянки». Но с 1 сентября вся техническая документация точно будет передана Истринскому ЖЭУ, и неразберихи с платежками придет конец, уверяет Надежда Гузенко. Но вот когда в домах военного городка будет произведен долгожданный ремонт, пока неизвестно. А на носу осень, и с нею холода. Городок срочно нужно готовить к отопительному сезону. Но откуда в такой ситуации взять на это финансирование? Этот вопрос, среди прочих, обсудят завтра на Совете депутатов городской администрации. Максим Рыков, Максим Барышев и Странет ТВ.